МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О визите президента, создании филиала МГУ и борьбе с ковидом руководители ядерного центра провели итоговую пресс-конференцию. Новый год в новой квартире. В администрации распределили квартиры между очередниками. Для одних праздник, для других стресс. Как подготовить домашнего питомца к шумным торжествам? Далее расскажем обо всем подробно. В Сарове создадут филиал МГУ имени Ломоносова. Об этом на пресс-конференции заявил директор ядерного центра. Соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин после посещения Сарова. По словам Валентина Костюкова, это даст новый вектор развития территории и привлечет в город необходимых специалистов. Причем определена, уже на первую часть определена ее стратегия и тактика, которая связана с воспитанием здесь штучного товара в области теоретиков, лазерщиков, математиков, теоретиков, физиков, которые фактически начнут обучение со следующего года по категории магистров и дальше получат их развитие. Расширению возможности ядерного центра, в том числе и доступности филиала МГУ, будет способствовать новый аэропорт. На первом этапе проработана логистику до Москвы. Перед прилетом президента аэропорт прошел все испытания. Тестировали в том числе и прием тяжеловесных самолетов в дневное и ночное время. Вопрос с регулярными рейсами для обычных граждан пока открыт. Если на уровне законодательной базы будет принято решение какой-то о региональной авиации, соответственно, мы все заявки отслеживаем, подадим. И если будет какое-то бюджетное дополнительное содержание и финансирование, конечно, этим воспользуемся. Поэтому, как я уже сказал, любой житель города Сарова, либо командировочные люди, либо еще, которые имеют соответствующие допуски, вполне могут спокойно пребывать на территорию зато. Более 170 миллионов рублей уже потрачено ядерным центром на борьбу с коронавирусной инфекцией. Большая часть этих средств была направлена в КБ-50 в качестве дополнительных выплат медикам, обеспеченные персоналом и средствами защиты, необходимым оборудованием и транспортом. Необходимо четко вот эту борьбу сопровождать современной диагностикой, тестированием. По диагностике все мы также знаем, вот компьютерный томограф, КТ-слово. Ну вот пришлось нам в середине года заниматься его серьезным ремонтом. Сейчас он как бы работает бесперебойно, обеспечивая огромный объем диагностических работ. Наши аппараты Теонокса также переданы в клиническую больницу, в ПОМС, где находятся наши сотрудники, наши жители города, для сопутствующей дополнительной терапии. На сегодняшний день проведено 95 тысяч тестирований. То есть практически эта цифра, она один к одному сопоставима с населением города Сарова. Как отметил главный инженер ВНИЕ, к решению проблемы с COVID-19 в ядерном центре подошли системно. Это позволило выполнить плановые задания в текущем году в стопроцентном объеме и создать задел на градообразующем предприятии на следующий год. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Очередь на обеспечение бесплатным жильем в Сарове достигла минимальной за несколько последних десятилетий отметки. Сейчас улучшение своих жилищных условий ждут 840 саровчан. Всего в этом году квартиры по договорам социального найма получили 48 очередников. Большая их часть, 40, въедут в новые квартиры в ближайшие дни. 30 из них получили одно и двухкомнатные квартиры в реконструированном общежитии Менделеева, 54. Вот эти однокомнатные квартиры, которые были по Менделееву, 54, они вообще предназначены у нас по норме на семью из двух человек. Либо, как мы в этот раз сделали такие комбинации, как семья из четырех человек, у нас получала две однокомнатные квартиры. То есть так как детки взрослые, у нас несколько семей едут в этот дом, этаж под этаж. Реконструкция общежитий – это пилотный проект по обеспечению очередников жильем. Модернизация дома обошлась городу в 16 миллионов рублей. В ближайшие дни новым владельцам будут выдавать ключи. Также саровчане принимали участие в жилищных программах и получали сертификаты. Девять семей у нас получили выплаты, успешно реализовали. Более 500 квадратных метров приобрели. Два человека, отнесенных к льготным категориям, это чернобыльцы, у нас получили сертификаты. Также приобрели жилье и один, прекративший трудовые отношения гражданин Сарфа и Ацваниев, для переселения с территории ЗАТО, приобрел квартиру за пределами города. Также в 2020 году четыре квартиры получили сироты. В следующем году администрация города планирует приобрести в двух домах стандарт-класса по улице Зернова 22 квартиры, которые тоже пойдут на обеспечение саровчан бесплатным жильем. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Ни одной свадьбы в этом году не сыграли на Красную Горку. Наверное, это беспрецедентный случай за всю историю России. Но в ЗАГСе весной этого года в силу известных обстоятельств не регистрировали ни браки, ни разводы. После этой новости многие саровчане не стали переносить дату торжества, а просто отказались оформлять свои отношения. Но все же 299 пар получили документы о заключении брака. 340 семей распалось. Желающих, как и жениться, разводиться было много. Звонили, возмущались, у кого-то срочно, кто-то покупает квартиру, кто-то хочет вновь жениться. И ему как-никак в обязательном порядке нужен документ о разводе. За неделю до окончания года первые документы получили родители 700 юных саровчан. Девочек в этом году родилось больше, чем мальчиков. Имена родители выбирали самые разнообразные. Лидерами стали Артем, Мария и Виктория. Но были и редкие – Алмаз, Муса, Добрыня, Оливия, Омага, Стефания. Одну девочку назвали двойным именем – Елизавета и Елена. Несмотря на кризис, 310 семей перешли в категорию многодетных. В одной семье родился седьмой ребенок. В двух семьях родился шестой ребенок. В пяти семьях – пятый ребенок. В восемнадцати семьях – четвертый ребенок. В этом году меньше браков, разводов, рождений. Единственная категория, по которой бы хотелось увидеть снижение показателей регистрации смерти, в этом году поставила антирекорд. В 2019 году мы зарегистрировали на этот период 1026, а на сегодняшний день зарегистрировано уже 1185 случаев смерти. То есть это самый высокий показатель, наверное, вообще за всю историю нашего отдела. Саровскому ЗАГСу в этом году пришлось нелегко. И без того маленький коллектив ни на один день не прерывал свою работу. Принимали заявления, разъясняли саровчанам порядок действий, помогали заполнять документы. Сотрудницы подменяли друг друга во время карантинов и болезней. Такая работа не осталась без внимания руководства. Главному специалисту Саровского отдела ЗАГС Наталье Шафрик вручили благодарность губернатор Нижегородской области. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Без чего не мыслим Новый год? Конечно, без подарков. На Западе Санта кладет их в рождественские носочки, которые развешивают у камина. В России Дед Мороз оставляет подарки под елкой. Пушистая красавица уже давно стала символом волшебного праздника. В канун Нового года ее украшения становятся семейным таинством. Как правильно выбрать дерево, иглы которого не начнут обсыпаться уже через несколько дней? На что следует обратить внимание при выборе вагоневого дерева? Во-первых, на состояние иголок. Иголки на ощупь должны быть гладкими. Кроме того, иметь однородный цвет от основания до самых кончиков. Проверить качество дерева также можно, оторвав от него одну хвоинку и растерев ее пальцами. Она должна приятно пахнуть и выделять маслянистую жидкость. Еще можно провести рукой вдоль ветки с иголками. И если на ладони останутся иглы, то дерево недолго простоит у вас дома, рассказал Андрей Ковалев. Самыми стойкими хвойными деревьями для дома считаются пихты. Пихта способна простоять дома до осыпания порядка двух недель. Сосны стоят меньше, где-то 12 дней. И традиционная для нас елка стоит в среднем где-то около 10 дней. Если вы хотите, чтобы елочка радовала вас на протяжении всех новогодних праздников, устанавливайте ее не раньше 25-26 декабря. Срубленное дерево долго хранится при низкой температуре. И если вы купили ель заранее, лучше хранить ее до установки в гараже или на холодном балконе. Елку устанавливаем в отдельную емкость. Этой емкостью может быть как специализированные контейнеры, которые продаются обычно там же, где и елки, так и обыкновенные ведра. Если высота елки больше метра 80, я советую все-таки использовать обычное глубокое ведро для большей устойчивости. Если вы заботитесь об экологии, откажитесь от срубленных деревьев в пользу саженца ели. Они продаются в канун праздника во многих магазинах. Весной его можно высадить во дворе, чтобы через пару лет наряжать настоящую живую елку. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. 25 единиц техники и около 100 работников убирают снег на внутриквартальных территориях. Но это в обычные дни. В периоды больших снегопадов количество техники и людей значительно увеличат, чтобы вовремя очистить дороги и тротуары. При необходимости мы привлекаем, соответственно, и рабочих текущего ремонта. То есть здесь и дворники, и плотники, и кровельщики, и электрики. У нас чистят входные площадки, когда обильный снегопад уборщицы лестничных клеток. Ну и, в принципе, даже рабочие мусоропроводы мы также привлекаем, когда обильные снегопады, к уборке территории. Пока мы работаем в штатном режиме. Начало зимы выдалось малоснежным. Но даже тонкий слой снега на дорогах не оставляют, чтобы избежать образования наледи и колейности. Дороги и тротуары посыпают специальной смесью. Мы закупаем ежегодно реагенты. Территория, покрытая льдом, она посыпается песко-соляной смесью. В входные площадки, во избежание того, чтобы эта грязь заносилась в подъезда, мы используем реагенты. Вот именно они. Это не соль в чистом виде, как у нас люди говорят. Это средство убирает скользкость, и ледовая корка на тротуаре становится шероховатой. Прибирают дворы и внутриквартальную территорию по графику, который публикуют в городских газетах. Также его можно посмотреть на сайте администрации. Сотрудники центра ЖКХ просят горожан ознакомиться с расписанием и не оставлять в эти дни автомобили во дворе, так как они мешают уборке снега. Во время обильных снегопадов развешивают дополнительные объявления на подъездах домов. Мне хотелось бы в преддверии новогодних праздников поздравить всех жителей города Сарова и работников МУП-центра ЖКХ, которые находятся всегда на передовой, стараются максимально принести пользу нашим жителям, поздравить с наступающим Новым годом, пожелать здоровья в наше нелегкое время, добра, мира, удачи. С праздником, с наступающим. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Звери, рыбы и причудливые сказочные существа. Семь лет назад Анатолий Герасимов увидел в корне упавшего дерева форму животного. Так он увлекся необычным способом работы с деревом – коренопластикой. Из переплетенных корней и веточек деревьев он создает настоящие шедевры. Это кропотливый процесс. На создание скульптуры может уйти от двух до пяти месяцев. Это действительно поделки, связанные с тем, что есть свободное время сейчас от работы. Поэтому занимаюсь вот этими делами. Раньше свободное время для Анатолия Ивановича было непозволительной роскошью. Каждую свободную минутку он посвящал любимой работе, науке и общественной жизни города. Ученый-электрофизик и ускорительщик, кандидат физико-математических наук, лауреат Ленинской премии в области науки и техники, ветеран Великой Отечественной войны, ветеран атомной энергетики и промышленности. Это далеко не весь послужной список юбиляра. Он много пишет, он печатается в городской газете «Вести», у него есть книги, воспоминания, у него очень много было общения с учеными нашего города. В общем, уникальный человек. Анатолий Герасимов активно занимался наукой и публицистикой. Он автор 280 научных работ и 51 изобретения, 24 из которых внедрены в производство. Также ученый публиковал заметки в журнале «Атом» и газетах «Сарова». 21 декабря Анатолий Иванович отмечает свой 90-летний юбилей. Сегодняшний день для меня останется в памяти, поскольку я прикоснулся к человеку-легенде, к человеку, который прожил столько лет и столько много сделал и для города, и для института. Поздравить юбиляра с праздником пришли представители общественной организации «Дети войны», городского совета ветеранов и депутаты городской думы. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». О том, что такое жизнь с ОВЗ, Валерий Семиков знает не понаслышке. Впрочем, сам себя он называет иначе. Человек не с ограниченными, а с безграничными возможностями. И всегда старался следовать этому кредо. Окончил 15-ю школу, успел поработать на городообразующем предприятии, владел успешным бизнесом. А с недавних пор направил энергию в новое для себя русло общественной работы. Валерий – активный член военно-исторического общества 1945-й и председатель Саровского отделения Всероссийского общества инвалидов. На вопрос о том, почему решил подать заявку на областной конкурс для людей с ОВЗ «Путь к успеху», с улыбкой отвечает, чтобы вдохновить. Я узнал об этом и решил принять участие, показав своим личным примером людям, молодым людям прежде всего, что надо искать свое место в жизни, что не надо заострять внимание на своих каких-то болячках небольших, что эти вещи иногда надо обращать не в минус, а в плюс. Валерий Семиков занял первое место в номинации «Мой большой успех». Награду ему и другим лауреатам вручал новый глава города Алексей Сафонов. Поздравив конкурсантов, Алексей Александрович выразил желание наладить тесный контакт между властями и представителями общества инвалидов. Как эксперт в области доступной среды, Валерий Семиков надеется, что это выльется в реальное, а не формальное продвижение интересов маломобильных граждан. Дело долгое и кропотливое, но первые подвижки уже есть. Вчера консультировал строителей, администрация, так скажем, выступила за стрельщиком. Она решила сделать санитарно-гигиеническую комнату для инвалидов, полностью обустроенную всем требованиям и показателем. На первом этаже администрации, вот так скажем, как образец. Это интервью наша съемочная группа записывала в новом помещении, которое Саровскому отделению Всероссийского общества инвалидов выделили в стенах КБО на перекрестке улиц Курчатовой и Московской. Условия пока спартанские, но скоро здесь начнет работу полноценная общественная приемная для людей с ограниченными возможностями здоровья, которой так не хватало в новом районе. Это место очень доступное для встреч людей, для того, чтобы донести до них какую-то информацию, чтобы они получили консультацию. В старом районе города Саровское отделение Всероссийского общества инвалидов продолжает работу по прежнему адресу. Улица Бессарабенко, дом 14. Озвучить свои мысли и пожелания также можно по телефону 3-50-11. Константин Перевозчиков, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. С каждым годом в России растет престиж рабочих специальностей. После провала 90-х и начала 2000-х, когда, поддавшись духу времени, выпускники штурмовали эконом и юрфаки, сегодня все больше юношей и девушек делает выбор в пользу среднего профессионального образования. В конце концов, человека кормит не красивая корочка в кармане, а востребованная специальность и мастерство. Первую можно получить в политехническом техникуме имени Музрукова. Доказать вторую – на конкурсе профессионального мастерства. Как это сделал студент Саровского политеха Дмитрий Романцов. В компетенции электромонтаж он представил на СУЖУРИ комплексную установку из несущих систем, проводящих магистралей, силового щита и осветительных элементов. Тут совмещены очень много элементов, которые должен уметь делать электромонтажник. Это и подключение синхронных двигателей, и осветительные приборы, и кнопки и посты управления, и также розетки стационарные, и как раз-таки встроенные в кабель-канал, которые должен уметь делать каждый. Все работы от начала и до конца Дмитрий выполнял сам. Собирал, подключал и даже программировал. Да-да, вы не ослышались, сегодня технологии развиваются семимильными шагами. И это неизбежно докладывает свой отпечаток на требования к подготовке будущих специалистов. Электромонтажник сейчас должен обладать очень, так скажем, широким спектром своих возможностей, знаний, умений, навыков. Не просто сборкой, не просто каким-то ремонтом, например, электрооборудованием, но и, соответственно, производить какую-то автоматизацию работы. По итогам регионального этапа конкурса Дмитрий Романцов стал лауреатом первой степени. Вошел в состав сборной Нижегородской области и теперь поборется за право выступить на всероссийских состязаниях профессионального мастерства. Еще один студент Саровского политеха Дмитрий Чепегин стал третьим в компетенции обработка листового металла. Перед ним стояла задача разметить, вырезать и сварить с камином ангал. Эти соревнования были сложнее, чем в предыдущем году. В прошлом году я тоже ездил, также занял третье место. Само изделие сложнее, намного больше, чем в прошлом году. В прошлом году был самолет, он примерно вот такого размера. А это изделие, оно под два метра в высоту. В последнее время все чаще можно услышать разговоры о том, что в скором будущем станки заменят людей, которые умеют работать с металлом. Но наставник Дмитрия Игорь Савин уверяет, настоящему профессионалу бояться нечего. Штучный товар, штучный продукт, он всегда собирается с человеком вручную. Ну, все мы прекрасно знаем, какие у нас ракеты летают и в космос, и военного назначения. Они все же собираются. Станок, конечно, он точно сделает, но никогда не заменит человек все равно. Константин Перевозчиков, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Диагноз «Болезнь театром» актер Евгений Цапаев поставил себе в 10 лет. Первые симптомы почувствовал в театральной студии родного Нижнего Новгорода, где вместе с другими ребятами постигал азы актерского мастерства. С каждым днем заболевание прогрессировало, и в какой-то момент недуг перешел в хроническую стадию. Молодой человек понял, что не представляет жизнь без сцены. Окончил училище имени Евстигнеева и приехал на работу к нам в Саровский драматический театр. Как и любой творческий человек, а тем более актер, Евгений старается пробовать себя в самых разных ролях. Не только на сцене, но и за ее пределами. В качестве режиссера он запустил в городе два проекта. Везде театр, где площадкой для спектакля мог стать даже музей. И театральный подвал, который подарил актерам полную творческую свободу. Там мы можем экспериментировать, делать то, что нам интересно, и то, что не всегда можно пробовать на большой сцене. Потому что большая сцена все-таки предполагает определенный уровень ответственности перед зрителем. А мы проверяем какие-то новые пути, способы общения со зрителем, какие-то новые, может быть, формы, новые тексты, новые смыслы. Пытаемся найти, которые мы не знаем, какой вызовут отклик у зрителя. Именно за одну из таких необычных экспериментальных постановок в театральном подвале Евгений получил признание областного министерства культуры. Спектакль «Двое» рассказал зрителям историю двух детей. Русской девочки и чеченского мальчика, которые спрятались от ужасов внешнего мира в одном подвале. По замыслу режиссера, на протяжении всей пьесы актеры и зрители находились в полной темноте. Про войну уже хочется рассказать как-то честно. Это сделать очень сложно. Поэтому и возникла мысль весь спектакль создать, скажем так, в воображении зрителя. То есть зритель оказывается в абсолютно пустом нашем подвале, где вокруг него происходит действие. Зрители ничего не видят, только слышат. И когда это все происходит в воображении, это происходит, по крайней мере, для каждого сидящего в зале честно по отношению к себе. Он сам для себя представляет эту историю так, как он это видит. Евгений признается, что с радостью показал бы спектакль «Двое» еще раз, но пока это невозможно. Театральный подвальчик помещения довольно тесное, а рисковать здоровьем зрителя недопустимо. Так что придется немного подождать. А пока Евгений с нетерпением ждет возвращения на театральной подмостке. 26 декабря он впервые за 10 месяцев поднимется на родную сцену перед зрителями. Я рад безумно, безумно. Это хороший подарок на Новый год, мне кажется, нам всем. Всем тем, кто придет, и нам всем тем, кто будет тут для всех вас выступать. Дорогие, приходите, мы вас любим. Константин Перевозчиков, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Сделать елку из бумаги и украсить ее яркими игрушками и мишурой или нарисовать гуашью новогоднюю открытку можно будет в детской школе искусств. В конце декабря там пройдут творческие мастер-классы. 28 декабря школа искусств приглашает ребят на мастер-класс «Новогодний сувенир». На нем ребята научатся делать декоративное панно, на котором будет изображена новогодняя елка – снежинка или символ Нового года бык. 29 декабря гостей ждут на мастер-класс «Новогодний лес». Это силуэтное вырезание, традиционные такие, как любимое вырезание снежинок. Но это будут не снежинки, а красивые ажурные деревья. И это потом у нас превращается в красивый, новогодний, сказочный лес. Третий мастер-класс «Рождественская открытка» пройдет 30 декабря. Ребята гуашью нарисуют новогодний лес. На мастер-классы приглашают детей в возрасте от 6 до 8 лет. Записаться можно по телефону 984-00-984-01. Занятие бесплатное. Начало в 18.00. С собой нужно взять бумагу, клей ПВА, ножницы и хорошее настроение. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. СОРО-24. Наши города так похожи, но в то же время у каждого своя история. И эту историю писали самоотверженные люди, которые жили и работали в закрытых городах. Так начинается документальный исторический фильм «Виртуальные прогулки по улицам атомных городов». Он объединил историю атомной промышленности в закрытых городах. В нем собраны обзорные видеоэкскурсии по улицам атомных городов с информацией об ученых земляках, в честь которых эти улицы были названы. Основная его идея состояла в том, чтобы создать документальный исторический фильм о развитии атомной отрасли. О тех людях, которые внесли весомый вклад именно в развитие атомпрома. Идею создания такого фильма сотрудники Центральной городской библиотеки имени Маяковского представили на конкурс социально значимых проектов среди некоммерческих организаций по инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом». Работа получила поддержку совета и команда библиотеки приступила к реализации межрегионального проекта. «При содействии наших коллег из библиотек «Зато», территории присутствия Госкорпорации «Росатом», волонтеров, каждый город представил свой 10-минутный ролик. А уже мы, организаторы и реализаторы этого проекта, виртуальные прогулки по улицам атомных городов, собрали его в единый фильм. В фильме каждое видео предваряет краткая характеристика о закрытом городе, его вид с высоты птичьего полета и рисунки главных достопримечательностей в графике, которые изобразила художница, оформитель и дизайнер Анастасия Макарова. В нашем городе провели экскурсии по улицам Зернова, Академика Хритона и проспекту Музрукова. И мы очень благодарны нашим партнерам за участие в реализации проекта. Посмотрите наш фильм на канале, на ютуб-канале библиотеки Маяковского. Он того достоин, он интересен и познавателен. Теперь прогуляться по улицам закрытых городов и узнать их историю можно из любого уголка мира. Единственное обязательное условие для такого путешествия – доступ в интернет. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. На часах половины девятого за окном поздний зимний вечер. А в клубе самодеятельной песни «Поиск» разливают по чашкам ароматный чай и угощают домашним пирогом. Такие камерные встречи хоть и редки в последние месяцы, но так необходимы участникам клуба. Право выбрать автора первой песни предоставили съемочной группе. Конечно, Визбор. Мы с моим Серегой, мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке, жмем мороженое мы без остановки. Эту песню Юрий Визбор написал 55 лет назад. Говорят, что лучше нее может быть только небо. Как и многие другие, она о мужской дружбе, о верности долгу. Неофициальный праздник – День бардовской песни – музыканты отмечают в узком кругу друзей и единомышленников. Не случилось в этом году ни гастролей, ни концертов. Но душа требует общения и творчества. Бардовская песня – это же просто как бы вот такой цементирующий состав. А на самом деле это же гораздо шире. Это жизненная позиция, это какие-то принципы жизненные, какая-то философия жизненная. Это все вот то, что нам дает бардовская песня и отношение к ней увлечения. Чаепитие получилось очень атмосферным. После расспросов друг у друга, как дела, все ли здоровы, они уже не выпускали гитары из рук. Коронавирус, самоизоляция, ограничения наложили свой отпечаток на творческую жизнь музыкантов. Традиционный ноябрьский концерт в Доме ученых в этом году не состоялся. Не разрешили. Пандемия. И когда вот в феврале все это обрубило, да, мы при этом не потеряли деньги. Нет, совершенно это мелочь. А мы потеряли возможность съездить в какой-то город, познакомиться с какими-то людьми, выступить, показать наше творчество. И, конечно, потеряли сейчас форму напрочь абсолютно, потому что, когда нет цели, когда нет стремления куда-то, ну, начинаешь поменьше встречаться. Опять же, пандемия встречаться вообще практически нельзя было. Но участники клуба не оставляют надежды встретиться со зрителями в начале следующего года. Сейчас ведут переговоры с новой площадкой. Если обстоятельства позволят, то концерт будет. Елена Грицкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24. Осторожно, зимние праздники. При новогодней суете не забывайте о безопасности домашних животных. Все, что кажется веселым и интересным для человека, может травмировать вашего питомца. Многие собаки боятся хлопков и резких звуков. Поэтому прогулка в зимние праздники может стать для них настоящим стрессом. Хозяевам в этот период рекомендуют выгуливать питомцев только на поводке. Поэтому собака только на поводке. А в момент испуга, если она у вас испугалась, побежала, она не слышит ни команды, голос хозяина не слышит совсем. То есть она бежит, бежит через дорогу, бежит, ну, куда угодно, лишь бы куда-то убежать. А когда она убежала и когда она уже начинает отходить от этого стресса, она не понимает вообще, где она. И вот в этот момент теряются собаки. На ошейники и любимцу запишите адрес или номер телефона. Так с вами быстро смогут связаться те, кто найдут вашего потеряшку. Советует Светлана Романова. Если у вас дома есть четвероногий друг, подойдите ответственно и к выбору новогодних украшений. В идеале наряжать елку без животного. Если первый раз собаку убрать с комнаты, кошку тоже, то есть выпустить только когда уже елка стоит. Дальше на елку вывешиваете, естественно, не стеклянные игрушки, а из какого-то материала, не бьющегося. Если у вас упадет елка, чтобы, по крайней мере, ничего не разбилось. И что еще тоже самое страшное для собак и кошек – это дождик. Блестящий дождик, как магнит, притягивает кошек и собак. Они играют с ним и часто глотают. Это может привести к повреждениям желудочно-кишечного тракта. Поэтому откажитесь от дождика или украшайте им недоступные для животных места. Третий опасный фактор новогоднего торжества – праздничный стол. Собака – это не помойка. То есть если вы что-то не съели, что-то у вас осталось на тарелке, или доедайте, или выкидывайте. Не надо пихать собаке. Потому что это все идет на желудочно-кишечный тракт. И вы не представляете, сколько звонков идет ветврачам. А опять же вы подумайте, что ветврачи у нас работают не все праздники. Они тоже люди, они тоже хотят отдохнуть. Только от вас зависит, как проведет эти новогодние праздники ваш питомец. Будьте внимательны к своим любимцам. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.